Всем привет и слава Украине! Слава захистникам Украины, то усеи сучастной цивилизации. Вы смотрите и слушаете Рашкин Репорт. Меня зовут Юрий Рашкин, и это новости из США. Четверг, 22 августа 2024 года. Текст и перевод Игоря Азенберга. Сегодня в выпуске. Выступление президента Джо Байдена на съезде демократической партии в Чикаго в понедельник. Жмите лайки, подписывайтесь на Рашкин Репорт во всех соцсетях, если вы этого еще не сделали, и ставьте это видео у себя в ленту. Ну а мы продолжаем. В понедельник вечером в Чикаго открылся предвыборный съезд демократической партии. Главным событием первого дня съезда стало выступление президента Джо Байдена. Президент выступил последним из ораторов первого дня работы съезда. И перед его выступлением его очень трогательно представила его дочь Эшли. Выступление Джо Байдена было очень ярким. Возможно, лучшим из его публичных выступлений. Возможно, одним из лучших. И оно точно заслуживает того, чтобы с ним ознакомилось как можно больше людей. Поэтому мы предлагаем вам почти полный перевод, лишь с небольшими сокращениями. Цитата. Зал. Спасибо, Джо. Спасибо, Джо. Спасибо, Джо. Президент. Спасибо. Спасибо. Я скажу вам вот что. Моя дорогая Эшли, Бог тебя любит. Ты невероятная. Спасибо за это представление и за то, что ты, мое смелое сердце, вместе с Хантером и всей нашей семьей, и особенно с нашей опорой, Джилл, Джо, которая, как те из вас, кто нас знает, все еще заставляет меня терять дыхание и слова. Все ее знают. Я люблю ее больше, чем она, меня. Она спускается по лестнице, и у меня все еще внутри бьется бум-бум-бум. Все, кто меня знают, знают, что я не шучу. Давайте аплодируем нашей первой леди, Джилл Байден. Мой отец. Мой отец всегда говорил, Джо, семья – это начало, середина и конец. И я вас всех люблю. Друзья, и Америка. Я вас люблю. Друзья, позвольте спросить вас, готовы ли вы проголосовать за свободу? Готовы ли вы проголосовать за демократию и за Америку? Позвольте спросить вас, готовы ли вы избрать Камелу Харрис и Тима Уолл за президентом и вице-президентом Соединенных Штатов? Мои коллеги, демократы, мои сограждане, американцы. Почти четыре года назад, зимой, на ступени Капитолия, в холодный январский день, я поднял правую руку и поклялся вам и Богу сохранять, защищать и охранять Конституцию и добросовестно исполнять обязанности президента Соединенных Штатов. Передо мной был город, окруженный национальной гвардией. За мной – Капиторий, который всего за две недели до этого был захвачен жестокой толпой. Но я тогда знал, как знаю и сейчас, в Америке не может быть места политическому насилию. Никакого места. Нельзя говорить, что любишь свою страну, только когда побеждаешь. В тот момент я не смотрел в прошлое, я смотрел в будущее. Я говорил о работе, которую нужно выполнить, о моменте, который нужно встретить. Это была, как я вам тогда сказал, зима опасностей и возможностей. Мы были в плену пандемии, которая бывает раз в столетие, в плену исторически высокой безработицы, звучали давно назревшие призывы к расовой справедливости. И мы были в плену очевидных и непосредственных угроз для нашей самой демократии. И все же, и все же я верил тогда и верю сейчас, что прогресс возможен, справедливость достижима, и наши лучшие дни не позади, они впереди. Сейчас лето, зима прошла, и с благодарным сердцем я стою перед вами сейчас, в этот августовский вечер, чтобы сообщить, что демократия восторжествовала, демократия принесла плоды, и теперь демократию нужно сохранить. Вы уже слышали, как я это говорил. Мы стоим на пороге поворотного момента, одного из тех редких моментов в истории, когда решения, которые мы принимаем сейчас, определят судьбу нашей страны и мира на десятилетия вперед. Это не гипербола. Я говорю это буквально. Мы сражаемся за саму душу Америки. Я баллотировался на пост президента в 2020 году из-за того, что увидел в Шардацвилле в августе 2017 года. Экстремисты, выходящие из леса с факелами, с выступающими венами на шеях, несущие нацистские свастики и выкрикивающие те же самые антисемитские лозунги, которые звучали в Германии в начале 30-х годов. Неонацисты, белые супрематисты и куклукс-клан настолько укрепились при президенте, который тогда был в Белом доме и которого они считали своим союзником, что даже посчитали ненужным надеть капюшоны, чтобы скрыть свои лица. Ненависть маршировала по Америке. Старые призраки в новых обличьях, воскрешая самые древние разделения, пробуждая самые древние страхи, давая кислород самым древним силам, которые давно стремились разорвать Америку на части. В результате погибла молодая женщина. Когда я связался с ее матерью, я спросил, что произошло. Она рассказала мне, когда тогдашнего президента спросили, что он думает о случившемся, Дональд Трамп сказал, и я цитирую, что там с обеих сторон были очень хорошие люди. Боже мой! Это то, что он сказал. Это то, что он сказал и что имел в виду. Тогда я осознал. Прислушавшись к предостережению моего покойного сына, я не мог оставаться в стороне. Поэтому я решил баллотироваться. Потому что у меня до этого не было намерения снова участвовать в выборах. Я только перед этим потерял часть своей души. Президент имеет в виду смерть своего сына Бо. Но я пошел на это с глубокой уверенностью в Америке, которую я знаю и в которую верю. В Америку, где честность, достоинство и порядочность, по-прежнему важны. В Америку, где у каждого есть равные возможности, и ненависть не находит для себя места. В Америку, где основополагающая вера этой страны в то, что все мы, созданные равными, все еще живет. И широкая коалиция американцев присоединилась ко мне. 81 миллион избирателей проголосовали за нас. Больше, чем когда-либо в истории. Благодаря всем вам в этом зале и многим другим, мы объединились в 2020 году, чтобы спасти демократию. «Будучи вашим президентом, я был полон решимости двигать Америку вперед, а не возвращаться назад. Выступать против ненависти и насилия во всех их проявлениях. Чтобы мы были страной, в которой мы не только живем, но и процветаем, благодаря нашему разнообразию, не демонизируя никого, не оставляя никого позади и становясь страной, которой мы хотим быть. Я также баллотировался, чтобы восстановить хребет Америки, средний класс. Я пообещал вам, что буду президентом для всех американцев, независимо от того, голосовали ли вы за меня или нет. И мы это сделали. Исследования показывают, что основные законы, которые мы приняли, принесли больше пользы красным штатам, чем синим. Потому что работа президента заключается в том, чтобы служить всей Америке. И благодаря вам, и я не преувеличиваю, благодаря вам у нас были одни из самых выдающихся четырех лет прогресса в истории. Точка. Когда я говорю «мы», я имею в виду Камалу и меня. Только подумайте об этом. Ковид больше не контролирует наши жизни. Мы прошли путь от экономического кризиса до самой сильной экономики в мире. Рекордные 16 миллионов новых рабочих мест. Рекордный рост малого бизнеса. Рекордный рост фондового рынка. Рекордные накопления пенсионных фондов. Рост зарплат и снижение инфляции. Она значительно снизилась и продолжает снижаться. У нас самый маленький разрыв в благосостоянии разных рас за последние 20 лет. И да, мы знаем, что нам предстоит еще многое сделать. Но мы движемся в правильном направлении. Больше американцев имеют душевное спокойствие, которое им дает медицинская страховка. Сегодня больше американцев имеют медицинскую страховку, чем когда-либо в истории США. И с тех пор, когда, будучи молодым сенатором, начавшим 50 лет назад борьбу за то, чтобы дать Medicare, программу медицинского страхования для пенсионеров, возможность ввести переговоры о снижении цен на рецептурные препараты, мы, наконец, победили большую фарму. И теперь это закон. Вместо того, чтобы платить 400 долларов в месяц за инсулин, пожилые люди с диабетом платят 35 долларов в месяц. Закон, который мы приняли, уже включает, начиная с января, ограничение на все расходы на приобретение лекарств по рецептам для пенсионеров в 2000 долларов в год, независимо от того, насколько дорогие у них лекарства. И то, на чем мы не фокусируемся, и что, кажется, не понимают наши друзья-республиканцы, наши реформы не только экономят деньги пожилых людей, но и экономят деньги американских налогоплательщиков. Знаете, сколько мы только что сэкономили? 160 миллиардов долларов в течение следующего десятилетия. Это не преувеличение. Это потому, что медикэр больше не нужно тратить ни деньги налогоплательщиков, из-за чрезмерно завышенных цен большой фарми. Послушайте, друзья. Как мы можем иметь самую сильную экономику в мире без лучшей инфраструктуры в мире? Дональд Трамп обещал неделю инфраструктуры, каждую неделю в течение четырех лет. Но он так ничего и не построил. Но теперь, благодаря тому, что сделали Камела и я, помните, нам говорили, что мы не сможем этого сделать. Помните, когда мы пришли в офис, нам говорили, что мы не сможем ничего принять. Но сейчас мы даем Америке десятилетие инфраструктуры, а не неделю. Мы модернизируем наши дороги, мосты, порты, аэропорты, железные дороги, автобусный транспорт. Мы убираем все свинцовые водопроводные трубы из школ и домов, чтобы каждый ребенок мог пить чистую воду. Мы предоставляем доступный высокоскоростной интернет каждому американцу, независимо от того, где кто живет. Как Рузвельт сделал с электричеством и многое другое. Мы объединяем страну. Мы развиваем нашу экономику. Мы улучшаем качество жизни. И мы строим лучшую Америку. Потому что это то, кем мы являемся. Как мы можем быть самой сильной страной в мире, не лидируя в науке и технологиях? После многих лет, когда 90% наших электронных микросхем импортировались из-за рубежа, хотя именно Америка изобрела их, наш закон об инвестициях в микроэлектронику и науку привел к тому, что частные компании со всего мира теперь вкладывают буквально десятки миллиардов долларов в строительство новых заводов по производству чипов прямо здесь, в Америке. И за этот период они создадут десятки тысяч рабочих мест. И многие из этих рабочих мест будут именно на заводах по производству чипов, которые сейчас строятся. И знаете что? Средняя зарплата на этих заводах размером с футбольное поле будет составлять более 100 тысяч долларов в год. И для того, чтобы там работать, не нужно иметь высшее образование. Благодаря вам и многим избранным представителям в Америку возвращается производство. Где, черт возьми, сказано, что мы не можем лидировать в производстве? 800 тысяч новых рабочих мест создано в производстве. С каждым новым рабочим местом, с каждым новым заводом в сообщество по всей стране, которые были забыты, возвращаются гордость и надежда. Вы это знаете. Многие из вас приехали из таких мест. Вы знаете, как это тяжело, когда закрывается завод, на котором работали ваша мама, папа, бабушка или дедушка. А теперь вы возвращаетесь, вновь доказывая, что Америку построила не Уолл-стрит, Америку построил средний класс. Помните, нам говорили, что мы ничего не сможем сделать, потому что мы ничего не сможем принять в Конгрессе. Но с вашей поддержкой мы приняли самый значительный закон об инвестиции в зеленую энергетику в истории человечества. На сумму более 370 миллиардов долларов. И как, как мы можем быть величайшей нацией в мире без лучшей системы образования в мире? Дональд Трамп и его республиканские друзья не только не умеют думать, но и читают не очень хорошо. Серьезно, подумайте об этом. Посмотрите на их проект 2025. Они хотят ликвидировать Министерство образования. Во время пандемии Камала и я помогли штатам и городам снова открыть школы, и мы повысили зарплаты учителям государственных школ. Мы создали программы совместно с предприятиями, предоставив выпускникам школ путь к хорошо оплачиваемым рабочим местам, независимо от того, поступят ли они в колледж. Мы выполнили свое обязательство предоставить больше помощи студентам, чем когда-либо, облегчая бремя долгов и помогая миллионам семей, чтобы они могли создавать семьи, купить дом, начать строить семейное благосостояние, внести вклад в свое сообщество и развивать нашу экономику. Мы фундаментально трансформировали нашу экономику от роста сверху вниз к росту с середины и снизу вверх. И знаете, идея роста сверху вниз никогда не работала. Многие демократы думали, что это работает, но это не так. И когда теперь мы сделали все это, все могут добиться успеха. Все. Дональд Трамп называет Америку страной, которая терпит неудачу. Вы только подумайте об этом. Он публично заявляет это всему миру. Я знаю больше иностранных лидеров по имени и знаю их лучше, чем кто-либо из ныне живущих, просто потому что я так чертовски стар. Но я не шучу. Подумайте о сообщении, которое он посылает миру, когда говорит, что Америка проигрывающая страна. Он говорит, что мы теряем позиции. Но это он проигравший. Он абсолютно неправ. Многие из вас очень успешные люди, которые путешествуют по миру. Назовите мне страну в мире, которая не считает нас ведущей нацией в мире. Без Америки – это не шутка. Представьте мир без Америки – это не шутка. Подумайте об этом. Я говорю буквально. Кто еще может вести за собой мир, кроме Соединенных Штатов Америки? И знаете что? Америка побеждает, и мир становится лучше благодаря этому. Америка становится более процветающей. В Америке сегодня безопаснее, чем при Дональде Трампе. Трамп продолжает лгать о преступности в Америке, как и обо всем остальном. Знаете что? При его правлении уровень убийств вырос на 30%. Это самое большое увеличение в истории. Тем временем мы с Камалой сделали самые большие инвестиции в общественную безопасность за всю историю. Теперь уровень убийств падает быстрее, чем когда-либо в истории. Уровень насильственной преступности снизился до самого низкого уровня за более чем 50 лет. И преступность будет продолжать снижаться, если в овальном кабинете будет прокурор, а не осужденный судом преступник. Трамп продолжает лгать о границе. Вот то, что он не скажет вам. Трамп убил самое сильное двухпартийное соглашение по границе в истории Соединенных Штатов, которое мы согласовали с республиканцами в Сенате. Как только оно было достигнуто, и все признали, что это было самое масштабное изменение на границе в истории Америки, он позвонил республиканским сенаторам и сказал, не поддерживайте двусторонний законопроект, потому что, по его словам, это помогло бы ему политически, а его принятие навредило бы ему политически. Боже мой, я серьезно. Подумайте об этом. Это не шутка. Спросите даже у журналистов, которые меня не любят. Они скажут вам, что это правда. Типичный Трамп снова ставит себя на первое место, а Америку на последнее. И вот еще во что я верю. В защиту вашей свободы. В вашей свободе голосовать. В вашей свободе любить того, кого вы любите. И в вашей свободе выбирать. И там, где Трамп и его правые республиканцы-мага стремятся стереть историю, мы, демократы, продолжаем писать историю и создавать новую историю. Я горжусь тем, что сдержал свое обещание назначить первую чернокожую женщину в Верховный суд США. Кетанджи Браун-Джексон Символ для каждой молодой женщины в Америке. Я горжусь тем, что вы можете добиться чего угодно. Я горжусь тем, что сдержал свое обещание иметь администрацию, которая выглядит как Америка. И использует весь талант нашей страны. У нас самый многообразный кабинет в истории, включая первую чернокожую женщину южно-азиатского происхождения, которая служит стране вице-президентом и которая вскоре будет служить 47-м президентом Соединенных Штатов. Друзья, я давно говорил, что у нас есть много обязательств, как у страны. Но однажды я попал в беду, потому что сказал, и я не извиняюсь, у нас есть только одно по-настоящему священное обязательство готовить и снаряжать тех, кого мы отправляем на войну, и заботиться о них и их семьях, когда они возвращаются и когда они не возвращаются. Вот почему я так горжусь тем, что внес в Конгресс и затем подписал закон ПАКТ. Один из самых значительных законов, когда-либо помогавших ветеранам и их семьям, подвергавшимся воздействию токсичных веществ. Этот закон уже помогает более 1 миллиону ветеранов и членам их семей на сегодняшний день. Мы понимаем это, но угадайте, кто не понимает и не уважает наших ветеранов. Мы знаем от его собственного начальника штаба, четырехзвездного генерала Джона Келли, что Трамп, когда был в Европе, не поехал на кладбище, одно из них, во Франции, где покоятся храбрые военнослужащие, отдавшие свои жизни за эту страну. Он назвал их лохами и неудачниками. Кем он, черт возьми, себя возомнил? Кто он такой? Нет слов для такого человека. Это не слова того, кто достоин быть главнокомандующим. Точка. Не был достоин ни тогда, ни сейчас, и не будет достоин когда-либо. Я говорю это от всего сердца. Ни один главнокомандующий не должен кланяться диктатору, так как Трамп кланяется Путину. Я никогда этого не делал. И обещаю вам, Камала Харрис никогда этого не сделает. Никогда не покорится. Когда Трамп покинул пост, Европа и НАТО были в разрухе. Доктрина Америка прежде всего изменила весь наш образ в мире. Что ж, я провел в Суме около 190 часов, встречая со своими коллегами или главами государств в Европе, чтобы укрепить НАТО. И мы это сделали. Мы объединили Европу, как не было уже много лет. Приняли Финляндию и Швецию в НАТО. За 10 дней до своей смерти Генри Киссингер позвонил и сказал, что с времен Наполеона Европа не испытывала такого страха перед Россией, как сейчас. Ну и что же, Путин думал, что захватит Киев за три дня, а три года спустя Украина по-прежнему свободна. Когда я пришел к власти, общепринятым мнением было, что Китай неизбежно обгонит Соединенные Штаты. Если вы не заметили, сейчас никто так не говорит. И мы продолжим работать над тем, чтобы вернуть домой заложников, положить конец войне в ГАЗе и принести мир и безопасность на Ближний Восток. Как вы знаете, я написал мирный договор для ГАЗа. Несколько дней назад я предложил план, который приблизил нас к этому больше, чем когда-либо, начиная с 7 октября. Мы работаем круглосуточно. Мой государственный секретарь сейчас там, чтобы предотвратить более широкую войну и воссоединить заложников с их семьями, а также обеспечить гуманитарную помощь, включая медицинскую и продовольственную помощь в ГАЗу. Сейчас. Так же, как мы работали круглосуточно, чтобы вернуть домой несправедливо задержанных американцев и других из России в одном из самых сложных обменов в истории, но они дома. Камела и я будем продолжать работать над тем, чтобы вернуть домой всех американцев, несправедливо удерживаемых по всему миру. Друзья, у меня осталось 5 месяцев моего президентства, и у меня есть много дел. Я намерен выполнить их. Это была честь моей жизни служить вашим президентом. Я люблю свою работу, но я еще больше люблю свою страну. Да, я люблю свою страну больше. И все эти разговоры о том, что я злюсь на тех, кто говорил, что я должен уйти, это неправда. Я больше люблю свою страну, и нам нужно сохранить нашу демократию. В 2024 году нам нужно, чтобы вы проголосовали. Нам нужно, чтобы вы сохранили большинство в Сенате. Нам нужно, чтобы вы вернули себе Палату представителей. И прежде всего, нам нужно, чтобы вы победили Дональда Трампа. И избрали Камелу и Тима президентом и вице-президентом Соединенных Штатов Америки. Они будут продолжать вести Америку вперед, создавая новые рабочие места, защищая права рабочих, развивая экономику, снижая затраты для американских семей, чтобы у них было немного больше свободы. Мы добились невероятного прогресса, но у нас еще много работы впереди. Камела и Тим продолжат бороться с жадностью корпораций и снижать стоимость продуктов питания. Они будут продолжать бороться с крупными фармацевтическими компаниями, снижая цену на инсулин до 35 долларов в месяц, не только для пожилых людей, но и для всех в Америке. И ограничивая общую стоимость рецептурных лекарств до 2000 долларов не только для пожилых людей, но и для всех. И, друзья, это снова сэкономит Америке десятки миллиардов долларов. Друзья, они сделают жилье более доступным, построив 3 миллиона новых домов, предоставив 25 тысяч долларов в виде помощи на первый взнос для покупающих жилье впервые. Дональд Трамп хочет ввести новый налог на импортные товары, еду, бензин, одежду и многое другое. Знаете, сколько это будет стоить средней семье, по мнению экспертов? 3 900 долларов в год в виде дополнительного налога. Камала и Тим сделают налоговый кредит по уходу за детьми постоянным, выводя миллионы детей из бедности и помогая миллионам семей продвигаться вперед. Но знаете, что еще сделал Трамп? Он увеличил за 4 года наш суверенный долг на самую большую сумму по сравнению со всеми президентами своим налоговым сокращением для богатых на 2 триллиона долларов. Но у Трампа есть и новый план. Он хочет предоставить налоговое сокращение на 5 миллиардов, на 5 миллиардов долларов для корпораций и очень богатых, чтобы увеличить наш долг еще больше. Камала и Тим будут защищать вашу свободу. Они будут защищать ваше право голоса. Они будут защищать ваши гражданские права. И вы знаете, что Трамп сделает все возможное, чтобы запретить аборты по всей стране. Он это сделает. Вы знаете, что Камала и Тим сделают все возможное, поэтому вы должны избрать Сенат и Палату, чтобы восстановить право на аборт. Древние греки учили нас, что характер определяет судьбу. Я и Джилл, мы знаем, что Камала и Даг люди с характером. Для нас было честью служить рядом с ними, и мы знаем, что Тим и Гвен Волс также люди с большим характером. Выбор Камала было первым решением, которое я принял, когда стал кандидатом в президенты, и это было лучшее решение за всю мою карьеру. Мы не только узнали друг друга, мы стали близкими друзьями. Она жесткая, она опытная, и у нее огромное чувство честности, огромное чувство честности. Ее история это лучшая американская история. Она станет президентом, которым смогут гордиться наши дети. Она станет президентом, которого уважают мировые лидеры, потому что уже сейчас они ее уважают. Она станет президентом, которым мы все сможем гордиться. И она станет историческим президентом, который оставит свой след в будущем Америке. Это будут первые президентские выборы после 6 января. В тот день мы почти потеряли все, что делает нас страной. И эта угроза, это не гипербола, эта угроза по-прежнему очень реальна. Дональд Трамп говорит, что откажется признать результаты выборов, если снова проиграет. Подумайте об этом. Он серьезен. Подумайте об этом. Он обещает кровавую баню, если проиграет. И по его словам, он будет диктатором с первого дня. Если бы кто-то еще сказал это раньше, вы бы подумали, что он сошел с ума. И вы бы подумали, что это преувеличение. Но он серьезен. Мы не можем позволить этому случиться. Друзья, каждый из нас несет особую ответственность. Независимые республиканцы, демократы. Мы спасли демократию в 20-м году. И теперь мы должны снова спасти ее в 24-м году. Голос, который каждый из нас отдаст в этом году определит, победит ли демократия и свобода. Все так просто. Все так серьезно. И власть буквально в ваших руках. История в ваших руках. Это не гипербола. Она в ваших руках. Будущее Америки в ваших руках. Позвольте закончить на этом. Ни в одной другой стране мира ребенок с заиканием и скромным началом из Крэнта на Пенсильвании и Клеймонте-Делавэр не мог бы вырасти, чтобы занять место за столом в овальном кабинете. Это потому, что Америка была, всегда будет страной возможностей. Возможностей. Мы никогда не должны это терять. Никогда. Камала и Тим понимают, что эта страна должна продолжать быть местом возможностей. Не только для нас, не многих, но для всех нас. Присоединитесь ко мне в обещании всей душой поддержать это усилие. И быть там, где будет и мое сердце. Я обещаю быть лучшим волонтером, которого могут найти Камала и Тим. Я сделал много ошибок в своей карьере, но я дал вам все лучшее. На протяжении 50 лет, как и многие из вас, я отдавал свое сердце и душу нашей стране. Я либо был слишком молод, чтобы стать сенатором, потому что мне еще не было 30, либо теперь слишком стар, чтобы оставаться президентом. Но я надеюсь, вы знаете, как я благодарен всем вам. Я могу честно сказать, я говорю от всего сердца. Даю вам свое слово, как Байден. Я могу честно сказать, что я более оптимистичен относительно будущего, чем был, когда избран сенатором Соединенных Штатов в возрасте 29 лет. Друзья, мы просто должны помнить, кто мы. Мы – Соединенные Штаты Америки. И не существует ничего, чего мы не можем сделать, когда мы делаем это все вместе. Пусть Бог благословит вас всех, и пусть Бог защищает наши войска. Спасибо. Спасибо всем, кто просмотрел и прослушал. Берегите себя и своих близких. Берегите друг друга, помогайте друг другу. Здоровья всем. Верю в здравый смысл. Зло будет остановлено и добро победит. Иначе быть не может. Потому что иначе мир, в котором мы живем, закончится. Допустить этого мы не должны. Ну и как всегда, друзья, пишите, откуда вы смотрите и слушаете Рашкин Репорт. Спасибо всем, кто уже это делает. Всегда любопытно читать, откуда нас смотрят. Подписывайтесь на Рашкин Репорт в Ютубе, ТикТоке, Телеграме, Фейсбуке, Трэдс, Мастодоне, Блускай. И огромное спасибо всем, кто финансово поддерживает Рашкин Репорт ежемесячно на платформе Patreon и напрямую прямо здесь, в Ютубе. Вы действительно мои герои. Потому что финансово поддерживаете проекты, которые считаете важными. Вы смотрите Рашкин Репорт. Меня зовут Юлий Рашкин. Слава Украине! Живи Беларусь! I'm Israel High and God bless America! Редактор субтитров А.Семкин